На самом деле очень приятно видеть всех в нашем замечательном городе, у нас сегодня уже с некоторыми коллегами было совещание по Армении с мнениями, конечно, первое что – погода. С погодой повезло, приехали в такое замечательное время, белые ночи, солнце уже светит не первый день, и оно будет светить еще несколько дней ближайшие, нас точно обещали синоптики. Поэтому я первое что хочу позвать, вам возродитесь, пожалуйста, посмотри, потому что, как мы говорим, у нас есть проект «Наром Офис», идея, что Санкт-Петербург – это проект «Наром Офис», это первый проект, который был в Российской Федерации, который реализован по проекту «Наром Офис», потому что именно при строительстве этого города были применены первые проектные методы. Конечно, не было темболка, принципы и так далее. Но, если посмотреть историю создания нашего города, вот все инонимы, которые есть, что он сначала пришел на территории, да, и свои роли, да, а в Госслужбе прописано, что каждую роль тебе фабрирует «вы начальник». Вот это вот все было достаточно сложно, и поэтому, когда у нас встретились уже национальные проекты, первое постановление, которое вышло, пришлось в кардинальных пределах. И на федеральном уровне уже было какое-то более, даже надо сказать, более гибкое постановление, которое все-таки наделяло определенными полномочиями соответствующие всех государственных служащих. И здесь необходимо отметить, что вот как раз тогда же произошел активный переход от классических к гибким методам управления. Вы помните, да, что мы всегда работали по классике, и это было всегда лобко. Это правильно, это проект управления. Но когда поняли, что классика уже не работает в действующих стандартах, перешли к гибким методам. И я вот даже, когда появилось это замечательное, красивое слово agile, думаю, все слышали и видели, да, его в службе очень начали активно применять. Говорят, а если что, а вот если это не так, ну, значит, agile. И я уже поняла, что просто реально в большинстве случаев произошло подмен понятия. Мне со слова how говорили agile, ну, чтобы как-то хоть оправдать свои решения. Вот. Но все-таки удалось это все структурировать. И я бы на что еще хотела обратить внимание, что вот внедрение проектного управления, есть методология, да? Но самое еще важное и значимое, это я про команду сказала, было, каким образом людям, которые... Ну, в многослужбе все работают много лет, да? Вот это надо принять, что в многослужбе это люди, которые давно работают, которые знают свое дело, считают, что лучше их никто не делает. И вот как было сложно преобразовать ненталитет. Ненталитет результатственных помощей, в которых привыкли работать так они хотят, как хотят. А вы знаете, человек, когда привыкает, ему все нравится, он входит в свою зону комфортный. Особенностью государственной службы является, что если человек зашел в эту зону, он продолжает сидеть, ему комфортный контакт. Но особенностью проектного управления является, что всегда создавать какие-то некомфортные условия, чтобы из них выходить, и тогда задачи решаются намного эффективнее, интереснее и быстрее. И вот здесь надо отметить, что вот этот процесс изменения менталитета государственных служб, он тоже проходил непросто. И я думаю, что это около 2,5 нас заняло, для того, чтобы перейти от того, что когда мы приходили и говорили, давайте сделаем проект, а мы говорили, ребята, мы сами знаем, как делать это, до того, что когда к нам приходят, а мы хотим сделать с вами проект, а мы хотим это научить и нас так-так-так-так, а мы знаем, как это сделать. Потому что пока человек сам не захочет что-то сделать, мы все равно не получим результат. Поэтому вот становление проектного управления на государственной службе, оно тоже проходило достаточно небыстро. Но сейчас я могу сказать, что уже вот на государственных службах это состояло. Вот. Что еще хочу, наверное, отметить. Особенностью являлось то, что вот, как раз таки, 6,5 лет назад, 5, раз в секторе, было принято решение, что государственная структура должна быть доступна на проектный область. До этого вообще никто не знал этого понятия, и у меня, когда, ну, когда создали проектный область, мне предложили его возглавить, я его с самого начала представляю, один из немногих руководителей, я знаю, который до сих пор, так это, до сих пор на должности. Вот. Но, честно, слово проектный область, ну, для меня было оно понятно, потому что я человек и наукой занимающийся, я как-то все эти методы знаю, но когда общались с коллегами, они там подшучивали, там, ну, проектное бюро пришло, кто какие слова помнил, тот так и называл, вот честно. Слово проектный область вообще воспринималось, это, у нас до сих пор есть шутка с патроновиком, который меня помнил, он первый раз, наверное, когда принимал запомнил, он говорит, «А чем занимается проектный область?» Прошло 6,5 лет, он продолжает забывать этот вопрос. Но это уже у него шутка, потому что три года назад я от него услышала одну фразу, которую он ее запомнил, но я ее хочу помнить, а мне теперь стало понятно, чем ему нравится, потому что все можно доказать только на 100 результатов, когда мы ему показали, что сделано, что изменили, а еще изменилась его полсфера, потому что мы там тоже какой-то проект реализовываем, ну, тогда человек подходит. Поэтому вот здесь вот создание отдельной структуры в государственной службе, оно стало каким-то достаточно серьезным рывком, и я считаю, это был одним из показателей эффективности, потому что особенность формирования проекта, да, это формировать правильную команду и обеспечить ее комбинацию. А так как у нас отраслей очень много, и город, регион содержать по всем направлениям, а каждая сфера пытается держаться у себя. Есть социалка, они за социалку, есть строители, они за строевку, есть образование, они за образованием. А когда сказать, что, знаете, вот давайте, там, вот здесь надо проявить и социальные, и надо какие построить что-то, и при этом сюда это вызвать, вот уже начинается слость. А какой роли? Я вот за кугольцей, кугольцей пришли, это хорошо, кугольцей на кондинер. Вот здесь тоже роль проектного офиса, я считаю, очень большая, потому что сейчас к нам приходят, и вот Дмитрий Юрьевич Григоренко всегда говорит, который была в проектной деятельности в правительстве, говорит, мы не ваши начальники, да, хотя с одной стороны мы их координируем, в любом случае приходится и выполняет, что мы предлагаем, что мы предлагаем, а мы ваши помощники. Вот к нам сейчас приходят именно как помощники, когда видят, что какая-то задача реально критически находится в состоянии, вот они уже сами справиться не могут, и приходят нам говорят, давайте мы сделаем новый проект и помогите вот найти какое-то нестандартное решение, потому что в чем особенность проекта, вы всегда ищите нестандартное решение, потому что стандарты, они так работают, для этого проекта делать не надо. Вот. Поэтому вот роль проектного офиса как мультифункциональщика, она такая достаточно значимая, я могу сказать, и здесь, наверное, правильное решение было принято в правительстве, когда было поручение создать во всех регионах такие структуры. Мы сейчас, могу сказать, у нас очень дружное сообщество, у нас 89 регионов, в каждом регионе есть руководитель регионального проектного офиса, у нас есть чат свой. Я с вами сейчас разговариваю, активно в нем кишу, потому что сейчас параллельно это совещание, в котором пытаемся на проектную очередную задачу возложить, а мы пытаемся сказать, что есть кому заниматься этим делом и даже показываем кому. Поэтому вот здесь еще это дружное сообщество, которое позволяет, понимаете, когда все вместе понимают, какую задачу мы решаем и какие проблемы возникают, оно намного быстрее решает даже на федеральном уровне эту задачу, потому что когда федералам даешь снизу звоночек, а этот чат еще где-то не спешит с федералами, которые это видят, ну реально, сейчас мы уже про бумажный документарод запыли, и иногда даже я задаю вопросы нашим руководителям, которые говорят, коллеги, вот этот проект мы решаем, у нас как бы только чат, или нам нужна еще официальная переписка? Потому что бывают вопросы, когда еще нужна официальная переписка, но это уже постфакт, это уже вторично. Если раньше на государственной службе что-то сначала письмо, сначала поручение, вот как бы мы это делаем, сейчас наоборот, приняли, решили, начали делать, нужна бумажка, ладно, напишем, представим, все-таки это еще где-то есть. Вот. На что еще хочу обратить? Не могу бы о чем-то сказать. Вот в такой структуре, как я описала, очень важно, как я сказала, про мобилитет, и в целом про камни. Потому что работа с проектами, она всегда требует какие-то мультифункциональных знаний. Да, в каждом проекте должен быть специалист в соответствующей возрасте. Но если мы говорим о проектном офисе, в проектном офисе должен быть качественным. Все. Я уже иногда посмеиваюсь, потому что я теперь еще через цифризацию здравоохранения должна заниматься. Я должна там знать, как строить дороги. Я уже знаю, как кермы дорожные проверять качество работ дорог. Я знаю, как проверять электронные документы о народе в медицинской организации, предприняшенную. Я уже знаю, какие названия, которые разные раньше вообще. Я не специалист в каждой сфере. Но я в каждой сфере знаю, если у меня есть проекты в этом направлении, а у меня 42 проекты сегодня, в Санкт-Петербурге, ну, это национальные. У нас много ведомств, есть виритетные, и там за сотню. Я беру крупные проекты, у нас 42, и они по всем отраслят. И, конечно, мне, как руководителя проекта, приходится знать особенности развития каждого. Потому что самое главное, что мне нужно, это таблетворить, это показатели. Ключевые показатели, значения. От них я никуда не уйду. Соответственно, если я везу где-то поседание показателей, я управляю ниже и должна понимать, за счет чего надо данные. И как же специалисты, как раз таки надо формату или вот вывлекательного изглета. Вот. И здесь у нас кадровый вопрос, конечно, он стоит на первое место. Вот сейчас у меня... Да я изначально, это моя команда, и я вижу, что в проектном офисе, когда, я думаю, вы коллеги, если вы в этом управлении всех занимаетесь, в первую очередь, нужен человек. Во вторую очередь, нужен специалист. Потому что на человек нужен со своими способностями. И в большей степени, вот я, например, беру молодых ребят, мне не надо, чтобы он был большим специалистом, но мне надо, чтобы он хотел у него работать, мог как бы воплощать ту информацию, которую могут приходить. Проектный офис – это координатор, и он должен работать на основе имеющихся информации. Конечно, у меня есть руководители, начальники, там, отдел, изместители. Они, конечно, должны быть обязательно с опытом, они должны вот это вот координировать, но ребята молодые приходят, и им как раз таки становится интересно, потому что от их предложений будет зависеть дальнейшее ответственность. Но здесь есть старая сторона приметания. Специалисты, которые у меня проработали год-два, они становятся уже реально мунифункциональными специалистами, и на них очень начинают смотреть вывод. А у меня в государственной службе, к сожалению, есть такой вот один из неположительных моментов – стабильная заработная плата, но она определенная ворожена. Специалисты, которые у меня через два года вырастают, они реально на ограничениях оцениваются уже выше. И вот здесь моя задача, каким образом удержать кадры, имея только фонд заработной платы, который есть. Потому что государственная служба до сих пор не изменила федеральное закладательство об оплате труда, и я могу оперировать только фондом об оплате труда. Да, у нас есть квартальные, да, у нас есть годовые племи, но это все равно не тот объем, который дает рынок для специалиста, которые уже умеют управлять проекты. И вот здесь у нас, наверное, преимущество специалиста, который умеет управлять проекты. Он реально ценится на рынке, а для меня это проблема, как удержать этого специалиста. Потому что, вот скажу, что за последние полгода три человека, три у меня ушли, мне пришлось их отпустить, я не могла не пустить, потому что ребята реально выросли, дальше у меня уже, и мы растекло энергии, на зарплату сразу в два раза больше. Все. Я, конечно, с некоторыми людьми у меня их запал поругалась, потому что это были те ребята, с которыми мы когда-то проекты реализовывали, но как сделать вот так, чтобы они все-таки оставались, по закладе никак нельзя, сразу скажу. Пока что никак. Что, мне надо завершать? Я могу заправляться. А по функционалу, вот это всегда пожалуйста, и на конструкции, это, конечно, дает нам съемное преимущество. Ну, что по проектной особенности проектной деятельности, да, могу сказать, что сейчас мы уже видим, мы можем оценить свои результаты. Вот есть проект, да, когда мы входили в нее, мы только видели начало. Сейчас мы уже каждый год, каждый месяц, мы видим какие-то результаты, и это приятно ощущать, и это приятно осознать, что эти результаты получены там по срокам в два раза короче. Ну, два раза не всегда, но реально, смотришь, когда были долгострои, были там, отсутствовали школы, сегодня они появляются, они появляются в городе, а иногда даже досрочно. Вот это все результат проектного управления, который нам позволяет и оценить свою деятельность, и улучшить результаты. Ну, а в целом я хочу сказать, что вот я немножко делала, как у нас проект Монс, как у нас в Санкт-Петербурге, для нас очень важен именно обмен опыт. Вот сегодня мы приехали из разных регионов, из разных стран даже, и я хочу вам пожелать, чтобы этот обмен опыт у вас состоялся, я надеюсь, что, что я рассказала, для вас будет как обмен опытом Санкт-Петербурга, ну, а на площадке вы сможете обменяться своими практиками лучшими, и мы тоже у нас, наеда, кто здесь есть, тоже что-то не за спины, но и результатом в этой конференции будет вполне как-то грамотное решение, предложение решения кейсов, ну, как-то вот с начала, например, на конкурсе правильный руководитель, когда нам предложили очень интересное решение кейсов, мы будем их срочно рассматривать в дальнейшем. Спасибо. Аплодисменты